Всем привет, с вами Ксения Тсянникова и это Фейкомнет. В последнее время в мире получили определенное распространение так называемые виртуальные валюты. Криптовалюта создается непосредственно в компьютерной сети и представляет собой цифровое выражение стоимости, которое можно торговать в цифровом мире. Единица такой валюты считается coin, что переводится английского, означает монета. Считается, что виртуальные валюты не имеющие физического выражения защищены от поделки, ведь в каждой единице зашифрованы данные, не подлежащие дублированию. Представители Банка России предупредили клиентов о возможном появлении фейковых криптовалют Libra и Gram в преддверии их официального выпуска. Только за минувшую неделю было выявлено более 10 ресурсов, на которых мошенники пытались продать еще не существующие монеты. Что такое криптовалюта и кто спекулирует на этом понятии? В этом нам поможет разобраться сегодняшний эксперт, криптовалютный трейдер и аналитик Виталий Жуков. Так как я работаю с довольно узкоспециализированной аудиторией, я прекрасно понимаю, что общий уровень инвестиционной грамотности в России достаточно низок. И этим пользуется большое количество мошенников. Понимаю, что абсолютное большинство россиян просто не разбирается в теме криптовалют. В том случае, если вы решили инвестировать в криптовалюты, я вам дам довольно неплохие рекомендации. Но для начала давайте разберем, что такое непосредственно криптовалюты ТОН и Фейсбук Либро. Относительно криптовалюты Либро. Во-первых, вы должны понимать то, что ее запуск это абсолютно не скорое событие. И на данный момент данного актива нет. Во-вторых, это стейблкоин. Что такое стейблкоин? Это актив, у которого нет сильного колебания курса. Как доллар, например. Сегодня он 63, завтра 66. Но это не сильное колебание. Не в два раза. И заработать на таком активе быстро и какой-то большой процент просто невозможно. Что же касается актива ТОН. Данный актив, это актив мессенджера Телеграм. Был запущен лично Павлом Дуровым. Вокруг данного актива огромное количество мошенников. Это раз. А два, в принципе, ситуация у самого актива не очень хороша. Некоторые инвесторы, которые положили свои средства в данный проект, пытаются перепродать свои права. А другие не сильно верят в успех проекта. Ну и, разумеется, самое важное. Вы должны понимать то, что криптовалюты ТОН точно так же, как и криптовалюты Либра нет в открытом обращении. А это значит, что вы не можете зайти на какой-то сайт, купить ее, продать ее. Вы можете зайти только на мошеннический сайт, где вам предложат отправить ваши деньги, а в ответ ничего не отправят вам. Никакого ТОН и никакой Либры. Вы должны прекрасно осознавать то, что легких денег не существует. И то, что вам сегодня говорят, вложи деньги, а завтра ты получишь в два-три раза больше, это же очевидное мошенничество. Я лично видел сайт, где наняли человека, похожего на Павла Дурова, и человек говорил то, что их проект продает монеты ТОН. И здесь мы довольно плавно подошли к самому важному моменту. Вы должны понимать то, что криптовалюта это очень серьезная развивающаяся система. Система, которая может перевернуть торговые отношения между людьми на 180 градусов. И действительно, в подобные проекты на стадии их развития надо инвестировать. И здесь надо в обязательном порядке рассматривать инвестирование непосредственно в главные криптовалюты, в такие как Биткоин, как Эфириум, как Рипл. И максимально избегать любых инвестиционных проектов, связанных с криптовалютой. Исключительно инвестировать в сам Биткоин, в альткоины, в главные альткоины. И поверьте мне, если вы выберете такой путь, шансы на то, что вы сможете приумножить свои средства, гораздо выше, нежели вы будете инвестировать в проекты, 90% из которых мошеннические. Вы должны понимать то, что это развивающийся рынок. Этот рынок слабо регулируемый. Здесь действительно довольно большое количество мошеннических проектов. И если вы инвестируете в криптовалюту, не надо смотреть ни влево, ни вправо. Смотреть исключительно инвестирование в саму криптовалюту, в сами топ-активы. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что в данную сферу вкладываются миллиарды долларов. Огромные компании, корпорации инвестируют в активы, инвестируют в развитие. Даже традиционные банки интегрируют такие проекты в свою систему. Я надеюсь, что в нашей стране с каждым годом будет все сильнее и сильнее расти уровень инвестиционной образованности населения. Но на данный момент, если вы решили инвестировать в криптовалюты, инвестируйте именно в криптовалюты. Не инвестируйте в какие-то побочные проекты, даже если они являются оригинальными. Шанс потерять там деньги гораздо выше, нежели обыкновенные традиционные инвестиции. Криптовалюта – это новое слово в денежном обращении. Ее появление обусловлено потребностями времени. Несмотря на то, что криптоденьги не имеют физического выражения, они могут наравне с традиционными валютными единицами участвовать в операциях на рынке. Чтобы не попасться на удочку мошенников, как и с прочими фейками, лучше проверить информацию о виртуальных валютах в нескольких источниках. Основополагающие принципы криптовалюты включают децентрализацию, конфиденциальность, неограниченное использование и прозрачность с помощью публичного блокчейна с открытым исходным кодом. Если выбранная вами криптовалюта не удовлетворяет вышеперечисленным условиям, то, скорее всего, она скомкоинс, то есть фейковая. Ну а на этом все. С вами была Ксения Овсяникова. Честных вам новостей.